Чего нельзя никогда делать в раторском искусстве? Ну, это запрещенный прием. Это не нужно делать такого нельзя. Это делать вот так. Ни в коем случае нельзя, когда вы ведете лекцию, говорите о чем-то, класть руки в карман. Делать вот так. Ну, это я не веду, когда ты выступаешь перед аудиторией, то ты, соответственно, что делаешь этим шеем? Закрылся. Ты закрылся. И ты уже никогда не пробьешь. Да? И вот так. Это тоже замок. Делать этого не надо. Это такие чисто вещи, которые, знаете, лучше знать. Потому что мы иногда... Почему мы занимаемся нашим с вами телом? Потому что дело, как правило, когда я ухожу на выступление, оно меня выдаёт именно такими способами. Сразу я закрываюсь от людей, сразу я закрываюсь, я сразу закрываюсь и ухожу. Да. И ещё то, что делает обычно, обычная вот какая-то, как штамп таких людей, да, радует. Это передача материала вот таким образом. Вот таким вот образом. Человек будет преподавать 45 минут. Он будет ходить, рассказывать вам какую-то важную информацию. Через 10 минут вас начнёт укачивать. Через 15 минут вы захотите уйти, потому что начинается блаустрофобия. Вы от него начинаете уставать. Правильно? То есть я знаю таких людей, действительно, я не могу с ними общаться, потому что я обожаю таких людей. Ну, друг такой, да, есть? И когда я начинаю говорю, Жек, скажи, когда спектакль? Сейчас, значит, у нас спектакль, он будет там-то-там-то, а я в учреждении в Москву со спектаклем. Я говорю, всё-всё-всё, я лучше, как он его голос хорошо. Нет, ну... Ну, то есть, нет смысла общаться. Ну, вот он так общается. Но таланты в жизни, когда он на сцене, когда он говорит кем, этого делать нельзя. Что такое... Какой ещё главный враг, правда, да? Это волнение. С волнением совладать можно. Есть несколько способов. Это дыхание. Когда вы выходите на какое-то важное мероприятие, и вас трясёт. Вы понимаете, да, что у вас проблемы? То есть, мы делаем музыку вдох-выдох, 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 задержали, выдох. Масса приспособлений, приседания. Вот когда надо... Что это происходит? Вы из своего тела убираете зажимы, да? Потому что, когда вы нервничаете, тело находится в резком зажиме, да? Это приседания, это какое-то активное действие. И самое простое, это представить на месте зрительного зала кого-то, кто вам нравится. Ну, допустим, я иногда делаю... Когда я ухожу на сцену, и мне совсем... Спектакль-то не страшно, вот вести государственный концерт я всегда не люблю. Ну, у меня как бы комплекс какой-то. Когда я на сцене одна с микрофоном. Я представляю в зрительном зале или детей, или я одеваю на всех зрителей ушки. Вот, сразу колпачки, плейбольские ушки, или носики. Вот, когда вы это делаете, ну, вы хоть не треснете. На какой-то момент состояние зажима уйдет. А вот я вообще сразу... Выставьте сразу себя, аудиторию. И как вы выходите, а все стоя сидят в ушках твоих поясок, и в носиках. Естественно, сразу, да? Ваша обаятельная улыбка. Дарите вы им, они даже не догадываются, в каком виде. Какое влияние. Они сидят перед вами. Да? Еще, вот мы говорили с Женькой, вот на вашей группе, он сказал очень хорошую вещь. Микки Рорк сказал однажды, что когда у него были очень странные, ну, кастинг он проходил, и у него ничего не получалось. Ничего не получается, режиссер психует, у него не получается, и происходит зажим, да? Вот не получается раз, не получается два, и человек начинает нервничать, зажиматься. Он представил, он вспомнил себя, когда он выходит на ринг. То есть, видать, когда он выходил на ринг, это было его ощущение этого адреналина, куража и кайфа. То есть, когда не присутствуют ощущения страха, депрессии, сейчас меня побьют, зрители, я не знаю материала. Он вдруг вспомнил вот это вот состояние, когда он в халате идет, снимает халат, публиковал, он стоит перед ней, все, он пошел. То есть, он снял с себя зажим, понимаете? Вспоминать. Существует очень много этих способов, но первое, то, что я вам говорю, никогда не поможет. Это все бла-бла-бла-бла-бла. Мне вот вы сейчас узнали и забыли. При первой же возможности вам выступить, начнется зажим, да? До этого мы будем идти долго, но начнем мы вот с чего.